Головная боль инспекторов ДПС – водители, перемещающиеся по дорогам области в каршеринговых автомобилях. Их можно различить благодаря специальной окраске авто, а иногда и по неадекватному поведению. Каршеринг – это услуга, при которой человек берет автомобиль в аренду. Минута езды на таком авто в среднем стоит 8 рублей, а взять автомобиль на прокат можно с помощью специального приложения в телефоне. Документов никому предъявлять не надо. Вот и оказываются порой за рулем таких авто люди, не имеющие прав или в состоянии алкогольного опьянения. Удобно, это с одной стороны хорошо, но ответственность нужна. Больше ответственных людей за этим, за наблюдение для этих машин, потому что их постоянно много очень по городу ездишь, видишь то, что неадекватно ездят. И разбивают тоже постоянно, часто вижу. Тем не менее, ответственных в ДТП найдут. Во-первых, автомобилист регистрируется в программе, вводя туда личные данные собственного телефона. А во-вторых, автомобили оформлены на юридическое лицо, которое предоставляет услугу каршеринга. Оно же покупает страховку для машин. Работа ведется, составляются административные материалы в отношении водителей. Соответственно, составляются административные материалы в дальнейшем и на должностных, и на юридических лиц каршеринга. Данные материалы направляются по месту нахождения юридического лица, либо по месту нахождения его фактического, в зависимости от ответственности административного правонарушения. За 2020 год в Самаре зарегистрировали 122 ДТП с участием водителей каршеринга. Больше половины из них по вине автомобилистов. Основные причины – превышение скорости и нарушение правил проезда у пешеходного перехода. Мэр Елчан, События.